Привет друзья! Сегодня вас ждет довольно интересный выпуск. Поговорим о подготовленном проекте новых штрафов, изменениях в порядке оформления ДТП, камерах видеофиксации, которые научились распознавать новые нарушения и о возрождении легендарной АКИ в ближайшие годы. И это далеко не все новости данного выпуска. Без лишних слов, погнали! ГИВДД подготовила проект новой редакции списка неисправностей и условий, при которых запрещается езда на автомобиле. Поправки предусматривают введение новых штрафов по статье 12.5. Главное нововведение заключается в том, что инспекторы ГИВДД смогут штрафовать водителей за езду на летней резине зимой и нашипованной летом. Минимальный размер штрафа составит 500 рублей. Документ унифицирует требования технического регламента Таможенного союза 2011 года с правилами дорожного движения. На данный момент в ПДД нет подобных норм. И в случае принятия поправок водители смогут оштрафовать, например, за деформацию или трещины в элементах рулевого управления, а также за коррозию на деталях тормозной системы, которая может нарушить ее герметичность. Ну и все в таком духе. А вот как будут реализовывать осмотр и выявлять факты неисправности, пока неизвестно. Едем дальше. Также с 1 ноября 2020 вступают в силу поправки, которые меняют порядок оформления электронного извещения ДТП в рамках Европротокола. Предусмотрены два важных изменения. Оформить электронное извещение можно будет даже в случае наличия разногласий у участников ПДД, а также оформить электронное извещение смогут не только физические, но и юридические лица. Напомним, ранее одним из условий оформления электронного извещения было отсутствие разногласий у участников аварии. Кроме того, было прописано, что оба участника аварии должны быть физлицами. С 1 ноября 2020 эти два ограничения снимаются. Оформить Европротокол в электронном виде можно будет при наличии разногласий, а воспользоваться услугой смогут смело водители на служебных автомобилях организаций. В случае наличия разногласий у водителей максимальная выплата по Европротоколу ограничена суммой в 100 тысяч рублей, а ДТП должно быть оформлено с применением устройства ГЛОНАСС или специального мобильного приложения. Сейчас для оформления ДТП по Европротоколу в электронном формате используется мобильное приложение Помощник ОСАГО. Да, доллар тоже не радует. Всего за один месяц сразу 30 брендов повысили цены на свои автомобили. Это связано со снижением курса рубля, сменой поколений ряда моделей, а также дефицитом некоторых автомобилей из-за остановки автомобильных заводов в период пандемии. Автомобили Lada не стали исключением и тоже снова подорожали. При этом Автоваз поднял стоимость своих автомобилей уже в пятый раз в текущем году. Например, седан Lada Granta теперь обойдется минимум в 483 тысячи рублей. Несмотря на это, очередь на покупку автомобилей крайне высока, и дилеры попросту впаривают автомобили с огромным количеством доп. оборудования. Рекомендуем такую покупку крайне избегать и пытаться любыми возможными способами отказаться от навязанных услуг. Как минимум это незаконно. Например, буквально на днях моему знакомому предлагали Solaris с огромным количеством доп. услуг в средней комплектации за миллион двести. Когда такое было? Будьте бдительны и осторожны при покупке новых автомобилей. Ну и конечно я не могу не упомянуть наших постоянных партнеров, которые вполне помогут в такой ситуации. Это компания Автоспот. На их сайте вы сможете выбрать автомобиль по самой выгодной цене и сразу увидеть какие скидки вам положены при покупке за наличные, по трейд ин или даже в кредит. После чего просто забронировать его у официального дилера вашего города. В этом случае навязанных допов вполне можно избежать. Ссылку на их сайт я оставлю в описании, ну а мы вернемся к новостям. В Москве дорожные камеры начали фиксировать проезд автомобилей по свободным парковочным местам. Штраф за такое нарушение составляет 500 рублей. Как объяснили в столичном департаменте транспорта, некоторые водители пытаются объехать пробки через пустые парковочные карманы, чтобы далее вклиниться в ряд. Они готовы практически вбок тебе въехать, да, только бы вклиниться, только бы ты их пустил, а многие еще очень часто не используют поворотники, дают тем самым аварийные ситуации. Ну кто-то таких водителей пропускает. Я не пропускаю таких водителей, потому что я считаю, что если мы уважительно друг к другу относимся, то давайте как-то соблюдать правила. В ПДД предусмотрен прямой запрет на подобные маневры, так как они создают помехи и опасные ситуации для других участников движения. Кроме фотографий, в качестве дополнительной доказательной базы к материалу приложат видеоролик, в котором будет видно, что автомобиль проезжает сразу несколько стояночных мест, но при этом не паркуется. На данный момент это нарушение в Москве фиксирует только один комплекс. Камера установлена у дома 7 на улице Косыгина. Однако уже в ближайшее время камер штрафующих за проезд через парковочные места станет куда больше, и они будут установлены в других городах России. Поэтому будьте внимательны. Также в России утвержден новый ГОСТ для защиты диких животных на дорогах. Речь идет о ГОСТе 58 947 2020, утвержденном Росстандартом. Разработанный в рамках реализации национального проекта безопасной и качественной дороги, он стал первым нормативно-техническим документом, регулирующим устройство дорожных экодуков. Итак, экодук или биопереход – это искусственная дорожное сооружение мостового, трубного или тоннельного типа, которое обеспечивает безопасное пересечение автомобильной дороги представителями фауны. То есть при проектировании и строительстве транспортных магистралей должны быть сохранены пути миграции животных и места их постоянной концентрации. Это сделано в целях снижения экологического ущерба от гибели представителей фауны и снижения риска ДТП при столкновении с ними транспортных средств. Вводится в действие с 1 ноября. Ну и закончим сегодняшний выпуск интересной новостью. Камский автомобильный завод опубликовал в своих соцсетях фотографии макета компактного электромобиля, который мог бы стать идеологическим преемником знаменитой АКИ. При этом в пресс-службе предприятия заявили, что серийный выпуск подобной машины пока не рассматривается, а разработка такого автомобиля всего лишь одно из направлений научно-исследовательской деятельности. Ранее сообщалось, что КАМАЗ в сотрудничестве с центром компьютерного инжиниринга работают над городским электромобилем. Модель получит кузов из композитных материалов и комплект аккумуляторов, который позволит проехать без подзарядки до 300 километров. Стоимость модели составит порядка 2 миллионов рублей. Утверждалось, что такая машина может пойти в серию уже через несколько лет. Но вы серьезно? Два миллиона? Да, нашу страну точно не победить. Пишите ваше мнение в комментариях и если вам понравился этот выпуск, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. С вами был автомобильный канал ПРОАВТО. До скорых встреч!